Привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своем канале. С вами врач-кушер-гинеколог Ольга Придухина. И это видео посвятим теме мужской климакс. Тема очень резонансная. Сегодня действительно много я прочитала симптомов мужского климакса, которые есть. И сегодня мы с вами будем разбираться. Действительно, когда я готовилась к этому видео, вот все действительно так. И когда мне многие женщины говорят, вот у меня месячные, они мне надоели, то мы рожаем, то мы теперь климакс у нас. Так вот, вот здесь примерно 1-1. Конкретно, что у женщин есть климакс и есть у мужчин. Только у мужчин он начинается немножко попозже, ближе к 45 годам. Чем это проявляется именно клинически? Во-первых, снижается тестостерон. То есть это главный мужской половой гормон. Он начинает снижаться. И поэтому, что происходит? Во-первых, мужчины начинают полнеть. Молочные железы начинают увеличиваться. Вот такие, те самые пивные животики. Соответственно, железы увеличиваются. Затем, конечно, начинают потихонечку лысеть. Сухость кожи, ломкость ногтей появляется. Обязательно нужно помнить про то, что снижаются сперматозоиды, уменьшается либидо. То есть уже не так хочется секса, не так получается. То есть эрекция не такая хорошая. Может быть, ее вообще нет. И все вот это вроде уже как бы и не хочется. То есть вот эти симптомы, которые ярко выражены. И когда мы планируем беременность после 40 лет, и мужчине, если уже более 40 лет, я всегда спрашиваю, сдавали ли вы спермограмму. Потому что сперма ухудшается. Сперматозоиды хуже двигаются, хуже выживают. Им сложнее найти яйцеклетку и ее оплодотворить. Какие же мужчина будет предъявлять жалобы? Безусловно, это резкие перепады настроения. То тяжелая депрессия, что все, жизнь не кончена, где моя веревка, пойду я вешаться. Поверьте, это не сарказм. Действительно, такие ситуации бывают. То наоборот, я молодой, красивый, я все могу, я все могу купить, построить и так далее. То есть вот эти перепады, как у женщин, так и у мужчин, они очень-очень резкие. И они чередуются друг за другом. Следующий момент, это ухудшение памяти. Концентрация внимания уменьшается. Память. Я все забываю, ничего не могу выучить, а ничего не помню и ничего мне не интересно. Следующие, это жар, озноб, приливы. Вот те самые приливы, которые существуют у женщин, что я вам уже про них рассказывала. Вам как будто кипяток на вас вылили, и потом резко холодно, и вся одежда сырая от этого. И действительно, это очень-очень мучает вас. То есть неприятно, совершенно неприятно. И также тахикардия. То есть вы всегда ощущаете, как бьется сердце. То есть если померить пульс, то через это будет тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Прямо очень-очень-очень часто биться. Это не очень хорошо. И действительно, с этим нужно разбираться. То есть вот такие вот симптомы. Их действительно очень-очень много. И, конечно же, обычно 40 лет для мужчины это такая черта некая, когда он уже осознает, что было. То есть он смотрит, что было. Смотрит, как бы, что он сделал. И делает определенные выводы. То есть вот так называемое бес в ребро, да, так называемый климакс или вот кризис среднего возраста. Все вспоминала, как называется, кризис среднего возраста. Это как раз свойственно именно для этого периода. Я вас уверяю, вы знаете миллион этих историй. То есть осложнения, которые бывают. Это когда мужчина понял, что он еще молодой, что он все может. И начинается голодание, фитнесы, силовые тренировки. Соответственно, некоторые еще делают различные косметологические процедуры. То есть надо везде все натянуть, где только можно. Затем в лысину вставляем пучки волос, чтобы не было лысины. И вот это все. В общем, я молодой, я красивый. Я выгляжу не на свой возраст. И всегда так хочется, когда слышишь вот это такое вот выражение, я же выгляжу не на свой возраст, я выгляжу на 25-30 лет. Да, выглядишь ты на свой возраст, ты выглядишь ты на свои 45-50 лет. То есть не нужно вот про это. А вот от этих мужчин мы как раз это услышим. Что, ой, я же не выгляжу на свой возраст, это все фигня. Я молодой, красивый, сильный. И то есть начинается, что у таких мужчин. И вы наверняка мне все напишите, и все вы это знаете, что начинается. А это развод. Развод с женой, с которой ты прожил много лет. Зачем мне эта старушка старая нужна, там все, у нее свои проблемы, мне это неинтересно, я молодой. Мне нужны дискотеки, мне нужны фитнесы, мне нужны молодые красивые девчонки, я пойду тусить на дискотеку с ними и так далее. И вот начинается просто вот такой вот взрыв. И, конечно же, мужчина думает, что он сейчас, э-эй, как наверстает вот то время, которое, возможно, он там пропустил или прожил не так, как он хочет. То есть вот конкретно, прошу прощения за свое выражение, но срывает крышу. Вот конкретно срывает крышу. И вы наверняка среди вашего окружения, среди многих актеров, телеведущих это видите. То есть просто мне нужна молодая. И мы видим целую кучу, то есть ты старая со своими детьми, вообще вы мне все надоели, вы меня тащите там в старость, а я молодой, красивый, мне надо тусить, путешествовать, мне нужно молодое тело и так далее. И, соответственно, что мы видим? Обычно, конечно, у этого мужчины уже есть определенные накопления, то есть какие-то деньги. И многие из них считают, что они действительно могут все купить. И начинается вот эта вот погоня за молодыми красотками. И мы часто очень встречаем браки, ей там 23-24 года, 25, а ему 50, или 55. Это встречается очень-очень часто. И всегда натыкаешься на такой вопрос, потому что обычно мужчины в этом возрасте почему-то очень хотят детей. А я вам отвечу на этот вопрос, почему же они действительно так хотят детей. Да, все очень просто, потому что своих детей, когда там 20 лет, 25 лет назад рожали, они, соответственно, не помнят это время, потому что работали, потому что там гуляли, были молодыми и так далее. А вот сейчас, то есть они как бы прошли мимо. А сейчас я же все, я все могу, у меня новая жизнь. Я вам всем еще докажу, какой я крутой и что я все могу. Я немножко, да, скептически к этой истории отношусь, объясню почему. Далее, поэтому здесь всегда нужно понимать, что когда ты с этим мужчиной общаешься, у меня есть такие знакомые, у которых ему 50, ей 24. И мы когда сидим, допустим, как-то в одном из ресторанов разговариваем, и его жена говорит, я хочу на дискотеку, поехали на дискотеку, поехали тусить, развлекаться, классно, у меня там друзья меня ждут, там очень вкусные коктейли, давай поехали. А ему, у него уже нет сил ехать на эту дискотеку, ему уже пора спать, выпить кефирчик и все, уже лечь спать. И, соответственно, и находится вот в таком вот неравенстве, что с одной стороны вроде бы как бы надо, потому что же она хочет, а с другой стороны физиологические процессы уже идут, и тебе уже не 25 лет, поэтому это очень сложно понять и, соответственно, поменять свой ритм. И здесь я всегда задаю вопрос, ну вот зачем тебе это нужно? И мужчина мне четко, мои знакомые отвечают, да, я хочу, чтобы рядом была молодая, красивая, я хочу молодую, именно в сексуальной потребности, я хочу молодую, то есть молодое тело. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что молодая девушка не просто так влюбилась, понятно, что у нее есть свои цели, да, то есть скорее всего и в большинстве случаев это материальная обеспеченность, и мы про это постоянно говорим, что она же хочет денег, она хочет машину, она хочет квартиру, она хочет карточку, она хочет шубку, она хочет туфельки за 35 тысяч, и постоянно его на это подвигает, то есть, ой, милая, купи мне сумочку, а купи мне телефончик, айфончик и так далее. И, соответственно, я про это все время говорю, что, ну, она же любит твои деньги, а и что, за что он говорит? Она же не занимается с ним любовью, потому что ей нравится, а своим образом это такая определенная валюта, ты мне, я тебе, ты мне айфон, я тебе любовь и так далее. Ей же не нравится, а он говорит, это ее проблемы, это ее проблемы, это она выбрала, то есть, я предложил, она согласилась. И здесь очень сложно говорить еще о той ситуации, что когда они приходят и говорят, мы вроде бы как хотим ребенка, то вы понимаете, какой происходит резонанс. То есть, вроде бы и любви-то нет, общего-то мало, то есть, есть молодое тело, есть деньги, и вот эти две вещи между собой сприкасаются. В крупных городах это такая действительно очень-очень серьезная проблема, и когда, и, эй, их все устраивает, мужчина считает себя молодым, красивым, здоровым, среди них красивая вот эта вот девочка, вот. Но, опять же, мало интересов, девочка гуляет по клубам, а он сидит в это время дома, и поэтому получается вот такой резонанс, особенно, когда они там хотят вместе завести ребенка. То есть, эта девочка также найдет себе такого же другого мужчинку, которому 50 лет, которые обеспечены. Этих девочек можно понять, да, я не против этого, я просто высказываю со стороны ситуацию. И в душе я могу, может быть, их понять, что действительно мы не знаем, какая ситуация у каждой из этих девочек. И когда бывшие жены, бывает, в инстаграме читаешь вот эти ленты, которые пишут, да, я всю жизнь с ним прожила, да, он со мной стал известным и знаменитым, а эта его увела. Это действительно, возможно, так и есть, но я не думаю, что конкретно триггер был вот эта молодая девочка. Триггер был в том, что что-то происходило в отношениях, то есть, что-то случилось, механизм сломался, и поэтому такое случилось. Я не думаю, что как именно конкретная девочка его оттуда увела, потому что если их было, может быть, уже очень-очень-очень много. Поэтому здесь конкретно нужно четко понимать, соответственно, и девочек этих в душе можно понять, мы не знаем, какая у них жизнь, то есть, может быть, у них никогда ничего не было, и для них это верх того, что вот им хочется, они не хотят там работать, они не хотят как-то своими силами зарабатывать, а хотят именно вот получить таким способом. Это право, это их жизнь, я говорю, что у всех есть место выбора, у всех. И поверьте, у меня есть много знакомых, которые именно живут вот в таких отношениях, это их выбор, это их жизнь, что нет любви, то есть, секс, который происходит за деньги, это их выбор конкретной ситуации. Поэтому не будем обсуждать эту тему, но интересно ваше мнение, напишите мне, что вот вы про это думаете, вот что вы про это думаете. Теперь вернемся к мужчинам. Что же делать? Вот такая ситуация сложилась. Безусловно, нужно посетить уролога, андролога, безусловно, нужно посетить эндокринолога. Женам в этот момент рекомендую максимально стараться общаться, выяснять потребности, и если действительно мужчине хочется прыгнуть с парашютом, то съездите с ним, пусть он там прыгнет с парашютом, или там, я не знаю, сходит в стриптиз бар, как вариант, опять же. Но самое главное, я считаю, чтобы мужчина должен остаться все-таки в семье со своей женой, и поверьте, есть случаи, когда и через 16, 17 и 20 лет наступает беременность, как раз в 40 лет, и рождает, то есть новый виток отношений. Поверьте, ваша жена не старушка, она очень прекрасно выглядит, очень прекрасно себя чувствует, поэтому здесь все возможно. У меня действительно очень много пар, которые сохранили семью, и у них как раз в 40, из 40 до 45 лет наступила беременность. Но чем хорошо мужчине оставаться со своей женой? Во-первых, у вас не схожие интересы, она не побежит в короткой юбке на дискотеку, и вам там не придется с кем-то вступать в какие-то разборки. Это самый главный факт, что ваши жизненные биоритмы примерно налажены, как и бывают ситуации, что мужчина женится на молодой, и все равно приходит к своей бывшей жене, потому что есть привычка, есть определенные биоритмы, под которые вы подстраиваетесь. И это очень-очень важно. Поэтому здесь очень правильно, вот правильно подобрать общение, соответственно, обязательно обратиться к урологу-андрологу, который нормализует вот этот гормональный фон, и не будет вот этих вот, таких вот кривых гормональных, что мужчине прямо ударяют это все в голову, и он не знает вообще, что делать и куда бежать. И, конечно же, постараться с ним максимально пообщаться, сходить к докринологу, если нужно обратиться к психологу. И именно вот такой подход, я думаю, будет самый правильный в этой ситуации. И главное не упускать ее из рук, потому что все-таки вот этот период, он длится недолго, но может значительно разрушить вашу семью. А я все-таки желаю, чтобы брак был крепкий, еще родились дети, если вы этого планируете, и чтобы все было хорошо. А я предлагаю вам написать свою точку зрения под описанием к этому видео. Действительно интересно, что вы думаете. Вот что вы думаете на этот счет? Как? Может какие-то у вас есть методы, предложения? Пожалуйста, пишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. По какой причине это нужно сделать? Потому что видео выходят очень-очень часто, и специально для вас стараюсь. И чтобы вам его не пропустить, надо подписаться, нажать на колокольчик, и вы не пропустите следующее видео, и получите ответ на свой вопрос, если он у вас есть. А я благодарю вас за внимание. Очень хочется узнать ваше мнение. Прямо жутко интересно. Что каждый из вас думает? Пожалуйста, пишите. И мужчины, и женщины. Потому что знаю, что и мужчины посещают мой канал. Поэтому ваше мнение, мужчины, мне будет очень интересно. И всем нам. И я думаю, мы на этом видео не остановимся. И потом, прочитав ваши комментарии, я запишу еще одно, и мы вот так вот с вами интересно пообщаемся. Потому что сколько людей, столько мнений. Я пыталась максимально отстраненно рассказать эту ситуацию. Конечно, добавила немножко своих эмоций. Но тем не менее, интересно знать, что вы по этому поводу думаете, как сохранить семью, и как побороть мужской климакс. И что вы думаете о разных возрасте браках, когда мужчина намного старше женщины. Когда не речь идет, там, 5-6 лет, даже до 10, а вот когда 25-30 лет. Пожалуйста, пишите. Я жду. Не забывайте ответить. Продолжение следует...